94% населения обеспечено, из них 71% с централизованным водоснабжением. Для сведений хочу сказать, по республике это показатель 48%. Мы один из лидирующих регионов. С централизованным водоснабжением подключено 71% сельских насильных пунктов, где проживает 94% населения. То есть крупные насильные пункты, они все вопросы решены. Но и приоритетами является, как я уже говорил, переход на подземные источники водоснабжения. Казарде в течение трех лет только на решение проблем водоснабжения мы потратили 10 миллиардов тенге. Пробурили 57 скважин, 1 декабря подключили город. Качество воды намного лучше. Намного лучше. С 13-го года мы начали освоение Казарминское месторождение Казарде, которое находится прямо под городом с огромной запасной чистящей водой, которой хватает на ближайшие несколько десятилетий. Сейчас в совместном с Казарде и Исламским банком работаем, чтобы Казарде решить вопросы и поливной воды. Не только город, но и общее восстановление ирригационной системы области. Идет работа в советское время. Система орошаемой земледелия Казардеевской области, уважаемые журналисты. Это одно из самых больших в Казахстане. Занимало порядка 260 тысяч гектаров. Сегодня это только 230 тысяч гектаров. К сожалению, 30 тысяч гектаров выбыли из-за оборота. Вследствие плохой хозяйствования. Сейчас мы работаем над первыми двумя проектами, реализация которых позволит нам реабилитировать и модернизировать ирригационный дренаж системы на территории, на площади 97 тысяч гектаров. В условиях приорали вода – это главная ценность. Как говорят наши ахсакалы, без воды нет будущего в нашем регионе. Поэтому мы, конечно же, благодарны главе государства, на что она вообще назаривает, за то, что даже в кризисное время переговоры по второй фазе северо-аральского проекта, она продолжается. Проект не остановлен, она будет дальше реализована. Поэтому за счет средств Европейского банка реконструкции развитого мы реализовываем проекты в Казалинском районе. В рамках государства-частного партнерства ведется проект по расширению системы водоснабжения Солдаринского района. Если в качестве АГЧП, можно привести проект, также, скажем, развития авиации, строительства пассажиров-триминала в Казаларде. Теперь следующее направление по образованию. Вы знаете, президент правительства Акимов дал основные несколько поручений. Первое – это устранить проблемы трехсменного образования. Вопросы мы решили в прошлом году, в 2014. В Казалардеевской области трехсменного образования нет с 2014 года. Следующий вопрос. До 2020 года мы должны были обеспечить 100% охват детскими и дошкольными учреждениями от трех до шести лет. Мы в этом году вопрос этот решили. При этом больше половины, значит, вот видите, 45 – это частное детское учреждение, которое реализовывает государственный заказ. То есть активно бизнес откликнулся на реализацию этой большой социальной программы. Если бы мы шли бы только по линии бюджетного финансирования, мы этот вопрос, конечно, так бы не решили бы. А у нас очень хорошо растет население. Ежегодно 6% естественный прирост. Если сейчас официально 754 тысячи человек из Казалардеевской области, но у нас на медицинском учрете стоит 823 тысячи. Я больше доверяю второй цифре. Потому что если люди живут постоянно, они, значит, научатся стоять в медицинских учреждениях. А если таким темпом будем расти, значит, в ближайшие 7-10 лет население области перевалит за миллион человек. В этой связи, конечно, мы должны активно устроить социальные объекты. Образование, здравоохранение, культуру, спорт и так далее. Теперь следующее поручение главы государства – это решить проблему по аварийным школам. На 1 января 2013 года в Казалардеевской области было 36 аварийных школ. За 3 года мы построили 25 школ. 11 осталось. Бюджетный сейчас денег на это нет. Поэтому эти 11 проектов мы реализуем за счет государственного частного партнерства. Хотя, надо сказать, что самой крупной школой более, скажем, 300 учащихся мы уже построили. То есть осталось маленькие школы, в основном 100-120 учащихся. Не так дорого. Цена 11 школ – 4,5 миллиарда тенге на сегодняшний день по ценам. Я думаю, мы предварительные переговоры провели. Постараемся, если получится, в течение 2016 года полностью решить и эту проблему. В совместно с Центром сопровождения проекта ГЧП реализуется проект по строительству в Казаларде профессионально-технических лицей на 600 мест и поликлиника на 500 посещений и смену. Как я уже говорил, 60% детских садов сегодня частные, и государство выделяет средства на каждого ребенка, а бизнес создает необходимые условия. И здесь сейчас идет работа, чтобы теперь стандартным соответствием или по качеству работаете в частных детских дошкольных учреждениях. Я думаю, это совместная работа, я думаю, мы решим эти вопросы. Теперь мы сосредоточимся в этой связи решением проблем дефицита мест в детских садах для детей до 3 лет. У нас обеспечено только 42%. Здесь есть объем работы, и я надеюсь, что предприниматели нашей области также примут участие в решении этой большой социальной проблемой. Также продолжаем внедрение дуальной технологии обучения еще в 10 колледжах. Таким образом, по новым стандартам в 2017 году будут работать 20 из 32 государственных колледжей. Ну и вы знаете, глава государства в последнем своем послании к народу Казахстана объявил важнейшим для нашей страны решением. Это большая забота главы государства о подрастающем поколении. С 2017 года в нашей стране вводится бесплатное профессионально-техническое образование. Это важное решение с точки зрения и занятости молодежи, и престижа рабочей профессии, подготовки для нашей экономики к квалифицированных рабочих кадров. Я думаю, здесь, конечно, мы должны тоже реализовывать проекты. Мы уже составили баланс трудовых ресурсов. На этой базе формируем госзаказ и уже готовим свои предложения с тем, чтобы одним из первых приступить к реализации поручения главы государства. Касательно здравоохранения. Видите, какие у нас объекты построены за последние три года. Перинентальные центры, три районные больницы, две сельские полиники, два ФАПа. 25 врачебных амбулаторий у нас не хватало насилия. Эту инфраструктуру мы создали. В 2015 году завершили строительство районной поликлиники. В этом году, видите, какие высокие уровни операции проводятся. На сосудах головного мозга малоинвазивным методом, транспедикулярные фиксации позвоночника, удаление опухоли спинного мозга, операция на открытом сердце, пересадка почки и так далее. То есть на базе областного медицинского центра проводится уже уникальная операция. Но у нас есть одна большая проблема – это рост материнской смертности. Снижение резко младенческой смертности и рост материнской смертности – это 8 случаев. Каждый случай из этих 8, 5 можно было предупредить. Речь идет о некачественной квалификации наших врачей. В связи с этим мы приняли решение. На базе областного медицинского центра в этом году мы открыли филиал Казахского медицинского университета имени Асфиндярова. Очень активно работаем с ведущими научными центрами, научно-исследовательскими институтами как Казахстана, так и России. В этом году интернную подготовку прошли 44 врача, в следующем более 100. То есть мы очень серьезно обращаем внимание именно на квалификацию наших врачей. Пришлось принимать и кадровые решения, произошла смена руководства и управления здравоохранения. То есть очень серьезно здесь ведется работа. Я думаю, что результаты будут обязательны. Мы взяли вообще все нозологи заболевания, по которым у нас есть проблемы, и приняли дорожную карту. Вот, например, если, условно говоря, для примера, если, скажем, детская смертность, то мы сразу начинаем разбираться. В чем дело? Начинаем смотреть, разбираться. Оказывается, мы детей теряем первые шесть дней. Почему? Не хватает, скажем, кувязов, не хватает еще чего-то и так далее. То есть то, что нужно решить оперативно, мы внесли в эту дорожную карту, и уже динамику в этом плане мы чувствуем. Как видите, несмотря на кризис, область продолжает развиваться. Не так быстро, как хотелось бы, но мы идем вперед. И реальные меры, которые озвучил глава государства в своем послании народу Казахстана, помогают нам справиться с вызовами и трудностями кризисного периода, который пришел не из Казахстана, а это извне. Поэтому вместе реализация поручения главы государства поможет нам ответить достойно на вызовы времени. Поэтому благодарю вас за внимание. Теперь готов ответить на все ваши вопросы, которые мы все интересуем. Уважаемые коллеги, до конца нашей работы осталось около 30 минут, поэтому, думаю, интенсивно постараемся ответить на все ваши вопросы. И, пожалуйста, первый вопрос. Телеканал Евразия. Юлия Лосеева, Первый канал Евразия. Вот вы отметили, что темпы строительства в регионе очень возросли, но многие покупатели нового жилья все еще берут его под ипотеку. И когда же именно те, кто стоят в очереди за жилье, будут в приоритете при выдаче жилья? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса относительно газификации населенных пунктов. В среднем для того, чтобы провести газ в один дом, требуется от 200 до 400 тысяч тенге. И как контролируется вопрос именно необоснованного поднятия цен компаниями, которые занимаются протяжкой газа? И контролируется ли он вообще? Спасибо. Конечно, контролируется. Как вы думаете? Все контролируется. У нас цены и тарифы отопления 92 тенге за квадратный метр, вода 61 тенге за кубометр, канализация 65 тенге кубометр, свет 16 тенге, газ 19 тенге кубометр. То есть причем не выше, чем в других регионах. Ни в одной соседине. С севера Октябрьской, с центра Карагандинской и с юга Южно-Казахстанской области. У нас не выше. Но никто коммунизм не собирается строить. У всего есть цена. Казахстан 2, судом до Сурова Барди. Надо поддерживать это. Касательно строительства. Государственный жилищный фонд в прошлом году, например, по примеру Казахстан 2, 264 квартиры мы дали. В этом году ключи получают 206, 2652 квартиры мы ключи вручаем. 53 многоэтажных жилых домов вводим. В Казахстан 2, объем жилищного строительства по линии только госпрограмм увеличился в 8 раз. В очереди стоят 16 тысяч человек. То есть я думаю, что динамика можно оценить. Благодарю вас. Туда и пожалуйста. Спасибо. Хабар агентства Гюлмара Асан Сибаева. Казахстан 2, января. 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 иди костык абрак жеваны аясында облыскин орталыганда у нас хан алтез гелуалты кубкова тигенбар астык сумен кантам сетлетен болот жаба 8 каржасы шешилген жобасы жасанган жимыспас талп кет туда и божауасты здравствуйте агирим токушим информационный агентство деки зато мой вопрос касается проблема оральского моря планировалось реализация второй фазы проекта регулирование русла реки среды я и сохранение северной части оральского моря не появляет ли экономическая ситуация на этот проект и в целом какая работа проводится кематом вот вот это улической проблеме спасибо ну большое спасибо мы его у нас в народе называют проект века проект президента называют свое время вы знаете по инициативе нуждственного нарушения нашей независимости главы прибрежных приоральских государств собирались к излорде создавали фонды и так далее но практически наши соседей в этом плане не продвинулись единственное только казахстан по поручению нашего президента заключили соглашение всемирным банком и реализовали первую фазу северарьского проекта какие результаты я вам помню уровень воды в оральске поднялся с 38 до 42 метров все море спасти невозможно только мы говорим о северной части объем воды возрос с 15 до 27 кубов километров минерализация воды с 23 снизился до 13 грамм на литр то есть у нас практически мы превращались в мертвое море вот на стыке иордании и израиля если вот мертвое море там ни одна рыба не живет там люди приезжают там проходят какие-то лечения там посолен особенно экзему там и тогда лечит вообще мертвое море человека даже выталкивает вот такое мы могли превратиться у нас осталось тогда когда мы на приступили к реализации этого проекта только одна разница рыбы сейчас море отошло тогда на девяносто четыре километра сейчас я недавно на вертолеты летел посмотрели по gps до козла до аральска осталось 17 километров улов рыбы возрос 20 раз 8 заводов уже было три сейчас 8 заводов которые занимаются переработка аральской рыбы судак уже поставляем брюссель мы уже получили два евро кода 4 рабочих мест переработка сейчас рыбы 11000 тонн все аральские рыбаки которые ушли балхаш копчега и так далее все вернулись экспорт вырос 3 60 раза двадцать два вида рыбы восстановлено уже вернулись рыбы теперь вторая фаза в чем загвоздка проект поддержан поручение главы государства правительству есть если поддержка по реализации всемирным банкам но есть позиция узбекистана они вначале целом одобрили проект северо-аральский первую фазу тоже согласовать теперь по второй фазе у них есть какие-то вопросы вот на следующей неделе еще раз будет встреча с экспертами всемирного банка представителей правительства казахстана министерства сельского хозяйства поскольку у них находится комитет водных ресурсов и вот наши коллеги из узбекистана если так будет продолжаться я думаю что мы наверное можем поставить вопрос что уже поскольку целом проект был одобрен свое время правительством узбекистана мы им должны продолжить эту проект если это она будет про завершена второй фазы то вода города аральска вернется его портовое значение значит и обводнение будет восстановлено все озерные системы и практически произведут полностью реабилитации северной части аральского моря вот такая ситуация вокруг орала благодарю вас дорогие телезрители уважаемые коллеги хочу традиционно напомнить что вы можете заранее направлять вопросы на наш сайт и крым веке львович хотел вам передать эти вопросы на ваше имя поступило порядка более 30 вопросов и хотел бы озвучить и хотел бы озвучить наиболее актуальный на мой взгляд от жителя города козелорды киншилик турсымбаева спрашивает когда будет проложен асфальт и освещение на улице имени ковтунова в дождливые дни дорога размывается и становится плохо проходимой вообще за три года мы направили 12 миллиардов тенге на решение вот дорог тротуар приведение порядок города козелорды 13-м году основной работы были проведены по улице живих жила это основная дорога входящий город из аэропорта и так далее второе 14-м году это альфа-раби это за линейная часть города микрорайоны китов и кб и в этом году мы основной объем работ провели по улице турагирова следующем году от берега реки сардаря до улицы ганимрад паева пять километров прибрежный и плюс еще улицы я знаю эту улицу ковтунова там ковтунова-танабаева улицы они знают что они включены мы даже хотели ковтунов улицу сделать в этом году ковтунов кстати это герой советского союза уроженец шейлийского района козлордынской области и в год 70-летие хотели но проектно-симентные документы еще не были готовы мы получили только в сентябре месяц поэтому он включен план 16-го года я думаю решение будет благодарю вас еще один вопрос я бы хотел зачитать его уважаемый кремле кельевич я стою в очереди за арендным жильем с 2006 года у меня трое детей один из них болен дцп инвалид с детства ему 17 лет учится в колледже на платной основе воспитывают детей одна живем у матери теперь мой вопрос в нашем городе очень-очень много строится домов и каждый раз надеемся мы сейчас в очереди на 395 месте уважаемый кремле кельевич могу ли я надеяться на получение квартиры в 2016 году может надеяться потому что следующем году не менее 2000 квартир мы изведем она стоит 395 мм а маша лкуса жена жил да жаса жаналка козы жетет и волей коза пайтаду кархан наше дадима каркер ниде шеда и дырды кишкене шеда и тормоз мандит и тирды куан штосят ки жетер степ волей кекты спс с его прохнет келесу страх тотал айнур козкина тотал кизет у меня вопрос касательно трудовых конфликтов скажите устранена ли диспропорция в заработной плате между китайскими и казахстанскими нефтяниками то первый вопрос сколько трудовых конфликтов в этом году было и сколько из них было устранено и еще один вопрос министр энергетики господин школьник на заседании в правительстве сказал что в 2016 году будет достаточно большое сокращение не только самих нефтяников в добывающей сфере но и сотрудников нефтесервисных компаний готовы ли вы к этому и вообще какие у вас прогнозы вот в этом плане спасибо диспропорции зарплате между казахстанскими и китайскими нефтяниками нету были проблемы совместно с областной прокуратуры проверили тринадцатом году все диспропорции устранены нету что касается долги по зарплате и так далее сегодня 4 6 миллиона тенге по линии то миг 21 который проходит процедуру банкротства мы уже неоднократно говорили всем работодателям хоть пиджак продай но долги по зарплате верни потому что это заработанная плата благодарю вас что касается сокращения нефтянка и работает 29 тысяч человек у нас в том числе сервисные компании конечно объемы сократились почти наполовину вот умножить 29 тысяч на 5 145 тысяч человек самочувствие зависит от деятельности нефтегазового сектора и то есть как это отдаётся поэтому мы подписали со всеми меморандумы можно сокращать рабочее время но не сокращать работников вот такую политику мы держим и работаем пока идет в этом году сокращено вообще 900 человек по области создано 11 тысяч рабочих мест из них 8700 постоянно работают то есть мы компенсируем но те как предприятия компании которые занимаются нефтесервисом мы им сейчас предлагаем вот есть проекты по обрабатывающей промышленности и папка не сидите только на нефтяной игле занимайтесь этим вот не случайно говорил слова министра нефтегаза саудовской арабии каменный век кончился не потому что камни закончились и нефтяной век заканчивается не потому что нефти заканчивается я уже знаю что многие крупные мировые нефтяные компании финансируют проекты по альтернативным источникам энергии потому что они думают о будущем своей компании поэтому мы предлагаем нефтесервисом компании переходите на другие направления бизнеса тем более есть государственные меры поддержки воспользуйтесь сейчас даже субсидирование он даже не по гектару идет а по инновационным технологиям техники и так далее переработка обрабатывающей промышленности это хорошие возможности для компаний которые сегодня занимаются нефтесервисом 24 киза жалоса меню сізге бірнешен сурагым бар алдым ен бизден осы в облысы қызморда облысы на салынган негізге капиталы на салынган индицесия куле межайлы бұйылы және өйткен жылдарға көрсетке шықандай және икінші сұрақ осы біздің қызы орда облысы алда кележатқан экспо көрмесінде саяқатшылардың саяқаттайтыны мекені болады деп күтілген солы саяқатшыларға арналған нысандардың күрлісі олардың дайындығы қалай жүріп жатыр және сонғы сұрақ қыздау облысы қазіргітанда өкінешке орай сапар жай жоқ заманнауи дегенге соң үлгенде салған сапар жай жоқ болып тұр осы мәселе қалай қалай жүргізіліп жатыр оның осы ол қылықтың орны қашан тұлдырладың но сонғы сұрағынан бастайын біздің жолдың облысын қағы ортасына 712 километр басықтай басы еуропы автомагистрали салынды бізді бізді бітердік сонғы ұчасқымыз барет күрк-тоз келометр жұсалымен жалаштың арасына оны бітердік сонымен толыққанды бізді айымыз жол күрежолдың бойында 33 сервистік орталық салынап жатыр үшінде кішігірім мотелдерде болады гасиинсаларда арты сервистер басқа жаңа қызметтер көрсетін заправшыстан саларды бәрді осының бәрі жол инфраструктурсын қамтамасыз еді ақызларды қаласында жаң автавазалы байланысты бізде кәсіпкер азаматтар өзлерін ұсынсын жұваларын ұсынды соныттан біз бюджеттен қарж бөлмейміз оған оны жаңа кәсіпкейлер өзесі салатын ба батыр инфрақұрлымын бәрін жерін біз шешіп жатырмыз әкспо 2017-ге байланысты біз ұсыныс бердік үкімет қолда батыр ұсыныс жаса батырмыз ұсыныс жаса батырмыз 2017-шылы құдай ғаласа жаңа барлық төрестер 5 миллион төрест келеттеп күті батырмызға астанаға сон бір жерден қайтпасын деп біз жаңаға женгілдетілген әуе жаңаға қатнасын емдастырсақ астанадан байқа оңырға сөйтіп ғарыш айлағын көрсетсек рус космос пенде сөйлесі бөтірміз сөгізде мысалға мамыр маусым шілде тамыз 42 айларын кезінде негізгі старттарды космос ғарышқа нетен сөгізде жоспырласаңыздерді жақында қызырды қаласында рус космостың басты қамарып мұрза қамарып мұрдай қызырды да қазып, қамарып мұрды жаңыздерді жақындай, шоқсыға жаңағы, қазып, қанда тоштын көзіп жетнің қымендей берді, қызырдыурда кәзесе, іыцнен тарты қамарып мұрдайміз қағырласыңыздер, қайда қамарып мұрды мүрде оқызырмен әуе жатқағыдарғы жаңыздерді қамарып мұрды қарышқа жақынд . . . . Возможно ли я до 100 лет старик получил всех историй, где в 17.00 конечкость. В этом году, когда-то, в 2013 году, в 42-м году, в обзоре, в СССР, вопросточном компании будут жандамдан дуртуру. Когда-два прошло. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...